Всем привет на нашем небольшом канале. Для тех, кто видит нас впервые, меня зовут Яна. И меня Халеб. И меня Амия. Мой супруг наконец-то вернулся из Дубая. И сегодня целенаправленно мы едем все вместе, чтобы провести хорошо время. Приглашаем вас поехать с нами. Конечно же прошло не без приключений. Супруг забыл ключи от машины и сейчас по старинке брат мужа выбросит их в окно. Он не стал бросать и просто спустился. И пока мы не уехали, хочу задать пару вопросов. Ты любишь в Дубае? Да, это очень хорошо. Не плохо. Скажите, два класса и два минусы в Дубае. Думаю, пять мы не спросили, это будет очень долго. Скажите, что два класса. Один класс, конечно, это очень модерн. И очень красивый город. И другой класс, вы можете сказать, это очень хорошо для бизнеса. Вы имеете в виду людей по всему миру. Вы имеете в виду людей по всему миру. Так что это очень хорошо для бизнеса. Если вы хотите, чтобы вы работаете на глобалый уровень. Минус. Я не знаю, что это минус, потому что это в Индии тоже. Но это очень холодно. Если вы путешествуете, то есть, что вы хотите, чтобы вы путешествовать. И что еще есть минус? Я не знаю, что это минус. Но, да, потому что это очень хорошо. И что-то может быть немного дорого. Но, конечно, это не минус. Вы имеете в виду, что это очень дорого. Да, я имею в виду, что это очень дорого. Я имею в виду, что это очень дорого. Я имею в виду, что это очень дорого. Да, я не оставил так долго, чтобы узнать все нюансы. Но, definitivamente, ты должен иметь много денег, чтобы делать много простых вещей. Это очень дорого. Это очень дорого. Но это сложно. Кто был в Дубае, напишите внизу в комментариях, понравилось ли вам. Это на самом деле моя мечта. Я очень хочу съездить в Дубае. Но в этот раз я не смогла присоединиться к супругу, потому что у меня виза семейная, но одна одноразовая. То есть я могу ехать в страну один раз. Если я отсюда выйду, то потом я снова не смогу въехать, мне нужно получать новую визу. А так как вид на жительство еще пока в процессе, поэтому в этот раз в Дубае без меня. Вот мы уже приехали сюда, в торговый центр «Инорбит». И здесь открыта какая-то выставка. Мы пойдем сейчас посмотрим. Вот, как видите, продается огромное количество различной обуви. Обувь тут не очень хорошего качества, как вы видите, но она достаточно здесь популярная. Далее вы видите, продаются различные виды товары. Это одежда, это какие-то украшения, это какие-то ручки. В общем, есть все, что вы хотите. Вот, например, здесь продаются дупаты и курты. Я потом посмотрела, курта стоит 2000. Это дороговато. Дупата там от 5-6 тысяч. Это очень дорого для такой одежды. Дупата там от 5-6 тысяч. Дупата там от 4-6 тысяч. очень красивая очень красивая что вы думаете это? сары? не выглядит сары, слишком маленькая 7000 рублей что это? а вот это вот подсвечники, их используют для подношения к бокам опускания в речку или просто для красоты а сейчас мы решили попробовать панипури это индийская уличная еда я всегда не решалась, но мне очень хотелось так как я это все видела в индийских фильмах мне же было интересно что это такое? это очень вкусно, совершенно не остро и мне безумно понравилось что это? я думаю, что это холодно это не холодно в общем это было очень вкусно стоит 60 рупий 6 точек вот так вам будут подносить еще поддавать 6 раз ну 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 в общем базар товар мне не понравился ни мне, ни супругу казалось очень дорого саре с добавлением синтетики нам выходило в 3-4 тысячи рупий а хлопковые и вовсе мы даже не рассматривали потому что цены идут от 7 тысяч в общем мне не понравилось я считаю, что понятное дело что люди платят за аренду платят за все но качество товара оно не соответствует цены, которые они предлагают в общем бог с ними сейчас мы идем все вместе не просто на фуд-парк как мы обычно ходим а мы идем в ресторан и прежде чем пойти покушать мой муж увидел здесь очень популярные кресла массажные 150 рупий стоит 19 минут полный массаж тела и здесь он уже в кресле готов 3 5 6 купить бюл несчастливы купить доход Субтитры делал DimaTorzok Очень потрясающий аромат. Какие-то цветочки были, по всей видимости, добавлены в воду, поэтому аромат после воды очень-очень приятный. Прям ощущение, как мы в Махараджи и Махарани сидим во дворце. Посуда тяжелая, но безумно красивая. Субтитры делал DimaTorzok В итоге мы получаем вот такой вот талиф. То есть, поначалу, то, что вы видели, это был, так сказать, старт. Здесь какие-то различные закуски. Эти я еще не пробовала. Вот уже, видите, сразу приносят сладости. Чтобы можно было после обеда поесть и сладости, это манговое пюре, если я не ошибаюсь. Это халва и джалебе очень сладкое, сладкий десерт. Здесь различные овощи. Это шпинат и панир. Да, шпинат и панир. Это, по-моему, картошка. Это различные чечевицы. Это карри. Два вида. Это, по-моему, сладковатый. Это обычный пиван. А это вегетарианская тевтелька. Но еда здесь потрясающая. В Санкт-Петербурге я была практически во всех индийских ресторанах и нет ничего подобного. В этот раз после Индии мы обязательно навестим все индийские рестораны в Питере. И я сниму обзор на каждый, и мы с вами обсудим, где же все-таки лучше. А также я не уточнила. Любое из этих блюд, включая лепешки, включая всего вот этого, несут в любом количестве, пока вы не скажете, хватит. Вам будут приносить, подсыпать и подливать бесконечно, пока вы не наедите. Это манговое пире просто божественное. У нас уже в Индии начинается сезон манго, поэтому сладостей из манго очень много. И это очень вкусно. Мы уже все съели. Хотела красивую картинку, но мы уже все съели. Мы уже приступили к десерту, и молодой человек принес нам риц с чечевицей. Сказал, обязательно попробуйте, плюкнул нам еще ложечку чечевицы. До этого молодой человек подходил, спросил, хочу ли я идти в тельку. Я сказала, что нет, уже не хочу. И он все равно положил, он говорит, попробуйте, это очень вкусно. В общем, это чудесно, когда здесь так заботиться. На самом деле, на удивление, несмотря на то, что мы платим один раз и кушаем бесконечно, здесь никто не пытается спрятаться и не накормить вас. Наоборот, они будут подходить и накладывать вам едут столько, сколько вы хотите. И даже если вы не хотите, все равно ешьте. Вот в нашем случае. Ну вот и получается, что за двоих мы сейчас заплатим. Грубо говоря, полторы тысячи рублей. Тысячу триста девяносто восемь за два набора, за два талии и, конечно же, налоги. Куда без них. Это очень дешево, на мой взгляд, потому что в Петербурге мы ели талии в два раза меньше без добавления еды. Мы тогда заплатили за одно только тысячу. Ну вот и все, друзья. Мы наконец-то завершили наше чудесное свидание. Мы хорошо провели время. Я надеюсь, что вам тоже наше видео очень понравилось. Пишите в комментариях, если вам понравились наши индийские блюда. Я постараюсь спросить у Джошри рецепт каждого блюда, потому что они были просто потрясающие. И буду делиться с вами. И всем большое спасибо. До новых встреч. Пока-пока. Пока.